В жилмассиве «Строитель» сотрудники ТСЖ обратились за помощью к полицейским, чтобы призвать к ответу очередного вредителя, который покушался на дворовый шлагбаум. Преграждающая проезд во двор «Красно-белая палка» снова оказалась отогнута и не ложилась в гнездо. У нас есть группа в чате WhatsApp и сообщили люди, что опять сломан шлагбаум. Я пошел, посмотрел видеонаблюдение, думал, что это ветер, потому что сильный ветер был, но, к сожалению, оказалось, что это не ветер, это один из людей, не знаю, собственник он в нашем ТСЖ, либо в соседнем, но, видимо, где-то здесь рядом живет. Эксперт-криминалист нашел на шлагбауме следы руки, которые оставил велосипедист. Определенный интерес для полицейских представила и видеозапись инцидента. Мужчина заезжает во двор, пользуясь выездом оттуда одного из жильцов. Шлагбаум начинает закрываться. Вместо того, чтобы затормозить, горожанин придерживает помеху рукой и чуть не падает на асфальт. Согнутая труба его волнует мало. Сделав круг, чтобы подобрать свалившиеся с ноги тапочек, велосипедист, как ни в чем не бывало, уезжает. Предупреждение о том, что во дворе ведется видеосъемка, никого не останавливает. Подвиги участников неспортивных состязаний в порче механизма уже тянут на антологию. 11 сентября многострадальную палку повредил пришлый водитель. Шофер фургона влетел во двор следом за премию, владелец которой имел брелок. Попытка заехать прицепом обернулась в фиаско. Вот более типичная вечерняя картина от 3 августа. Пара, заехавшая во двор, не могла выехать на протяжении 10 минут. Кавалер в итоге попытался приподнять шлагбаум, но, согнув пластину, не решился ломать ее дальше. Покинуть двор удалось только при въезде в него имеющего радиоключ жильца. Эта съемка сделана буквально на следующий день. Теперь покинуть придомовую территорию не может «Лексус». Его пассажир уверенно выходит на помост и почти профессионально делает жим стоя. Это нелегко, но все получается. «Атлант», делающий важную работу, подает знак и следующему водителю, который выезжает следом за внедорожником. Вес взят, но снаряд на место уже не ложится. К августу относятся и вечерние упражнения в нелегкой атлетике шофера Ноута. У него, похоже, времени на ожидание не было вовсе. К расчистке пути горожанин приступил с ходу. Он справился с задачей за 18 секунд, силой освободив себе дорогу и вновь сломав имущество ТСЖ. Ну, а безусловный победитель в этих соревнованиях – водитель микроавтобуса. Возможности выехать автомобилист ждал 3 минуты и 1 секунду. За это время он успел вскипеть и выпустить пар с силовым приемом. Мужчина не стал задирать шлагбаум, как это модно в этой локации, а смог свернуть его вместе с тумбой. Судя по тому, как он кричал что-то наверх, его пытались остановить, но автомобилист закончил задуманное. Выезжая, он даже слегка царапал борт машины, но по сравнению с общей картиной это уже были мелочи. Ущерб от каждого такого силового вмешательства составляет от 5 до 80 тысяч рублей. Как решить эту проблему в ТСЖ не знают. Возможно, здесь придется поставить более серьезную преграду. Что-то вроде стальных ворот. С места происшествия Юлия Зима, Анастасия Манина и Виталий Векслер.